Все девочки любят играть в куклы. Красивая платьица, игрушечные коляски, но не я. Мне нравились машинки. А особенно красные, а особенно пожарные. Откуда такой интерес, спросите вы. Все просто. Эту любовь привела мне моя мама. Она работает в МЧС и скучать мне не приходится. И все самое интересное начинается здесь, в советском РОЧЕ-С. Именно здесь я играла уже не с маленькими детскими машинками, а любовалась настоящими большими пожарными автомобилями. Этот удивительный мир открыла мне моя мама. Она самый главный пример для меня. И конечно, я хочу быть похожей на нее. Время шло. Я росла. Но неизменным оставалась только моя любовь к МЧС. Мне очень нравилось учиться в школе. Контрольные, олимпиады, конкурсы. Я с легкостью со всем справлялась и всегда была среди призеров. Но даже в такой активной школьной жизни оставалось место для главного. Конкурсы, акции, слеты. Это все то, чем я жила. Меня учили, рассказывали, помогали. А потом уже и я передавала свои знания подрастающему поколению юных спасателей. Школа безопасности, спасатели глазами детей, слет, полевой. То, что мы с нетерпением ждали каждый год и к чему ответственно и кропотливо готовились. Так шла моя школьная жизнь. И закончив гимназию на золотую медаль, Совсем неожиданно я стала студенткой БНТУ. Учеба была достаточно сложной, но очень увлекательной. Новое знакомство, новые преподаватели, конечно же, новое амплуа. Теперь я постигала азы профессии инженер. Училась не только работать руками на станках, но и справляться со сложными информационными устройствами. Мы учились программировать, конструировать и разрабатывать целые системы сигнализации различных назначений. Учеба шла стремительно, но даже в этом нескончаемом и бурном научном потоке оставалось место для моего самого главного увлечения. Собрав команду таких же ярких, целеустремленных и всем сердцем влюбленных в МЧС ребят, мы начали творить историю БНТУ. Каждодневные тренировки, бесконечные репетиции, отсутствие свободных выходных. Все это нам казалось такой мелочью и только приносило радость, ведь мы были вместе и мы вместе шли к заветной цели. Этот вихрь незабываемых моментов и впечатлений так увлек нас, что теперь мы с нетерпением и легким трепетом ждали каждую весну, чтобы снова собраться вместе. Так и прошли мои 4 года в университете. Диплом на руках и вопроса куда идти дальше не было. Все начиналось здесь. Здесь и начнется новый этап в моей жизни.